всем привет привет меня зовут светлана живую в городе хабаровск сегодня в видео я хочу показать вам свои стеллажи вернее один из стеллажей и свои лампы потому что очень много вопросов не поступает в комментариях и я так думаю что проще это все показать и рассказать чем просто вам писать ну вот смотрите вот один из моих стеллажей который поменьше у меня сейчас стоит на балконе вот так вот он выглядит верхнюю полочку со стеллажа я сняла хотя я на нее рассчитывала думала сверху у меня тоже будут стоять пеларгонии но пеларгонии начинают свести расти и упираются в эту полку это сейчас вот там малышки стоят им бы в принципе нормально было но так как от этой полки падает еще и тень на растение и в итоге я ее все-таки сняла эту полку потому что хочется чтоб там и воздух гулял и свет падал в общем оказалось что эта полка мне не пригодилась вот когда этот стеллаж стоял у меня в квартире конечно полочка это работает ну вот так вот на балконе я полочку сняла так теперь поподробнее о стеллаже стеллаж металлический вот он прям металлический полочки тоже металлические что могу сказать за счет того что вот он вот такой тоненький окрашенный белым цветом в общем то очень он мне понравился выглядит он достаточно изящно не тяжелый такой хотя сам на самом деле это тяжелый потому что полностью весь металлический достаточно устойчив очень устойчивый ничего не шатается снизу вот здесь вот вот это место здесь вот это все крутится то есть можно уровень правильный выставить чтобы ничего не шаталось очень не это нравится стеллаж где я его приобрела приобрела я его на сайте называется красивая грядка в общем-то легко в поисковике набираете сайт красивая грядка и выбираете там из выпадающего окна как говорится этот сайт есть они на валберс есть они на озоне на этих двух сайтах даже и дешевле купить этот стеллаж и если вас доставкой потому что первый свой покупала я на самом сайте но тогда это было вот когда я покупала зимой по моему в конце зимы или в начале весны тогда на валберис доставки до хабаровска не было поэтому мне пришлось уже на сайте заказывать доставка достаточно дорогая но мне прям нужен был стеллаж я была в поиске и вот именно этот мне понравился я увидела его в каком-то обзоре у блогера цветочного и я так и думал вот такой стеллажик мне понравится да он такой выглядит очень красиво и тем более он предназначен специально для окна очень удобно и выглядит тут говорю же изящно очень вот и я уже заказала через сайт доставочка дорогая общем-то не дешево мне получился но в общем-то когда он мне пришел я его легко собрала достаточно вообще без проблем у него регулируется полочка то есть ее можно поднять там выше ниже но не по всему длину но несколько там уровней то есть можно регулировать также они договорила про доставку да вот не было тогда доставки а сейчас потом позже я еще заказывал уже есть доставка на вал берез до хабаровска ну там до многих я думаю городов но и вот уже на на озоне появилась дешевле через эти два сайта заказывать чем самого сайта так ну еще что я могу сказать об этом стеллаже полочка регулируется есть там приспособление для крепления лампы но я ей даже не стала начинать пользоваться то есть он как бы и там она есть но там всего для одной лампы чего очень мало на самом деле надо хотя бы две лампы вешать лампы я приклеиваю на двойной скотч на полочку на металлическую все прекрасно держится если правильно приклеить без проблем потому что лампы легкие в общем то все держится но и теперь хочу еще вам рассказать об этих стеллажах что на сайте есть вот у меня осталась инструкция на немножко так уже понялась но ничего страшного есть несколько размеров этих стеллажей под разные подоконники все стеллажи все размеры высота у них идет метр всех одинаково то есть от верхней полочки до низа метр разница еще в чему стеллажи то что ширина полочки минимальная идет 20 сантиметров есть еще ширина полочки 25 и 30 сантиметров то есть на разную ширину подоконника мои стеллажи один из них вот этот стеллаж конкретно ширина полочки глубина вот это вот стеллажа идет у меня 25 сантиметров второй стеллаж я себе купила уже посмотрев на этот ширина полочки 30 сантиметров ну это максимальная глубина стеллажа дальше различается еще в длине полочки минимальная идет 60 сантиметров есть еще 80 сантиметров и максимально идет длина полочки метр мои стеллажи вот этот который у меня стоит на балконе длина полочки 80 сантиметров потому что маленький ну куда мне маленький маленький мне не нужен вот после того когда я собрала этот стеллаж я поняла что я хочу больше и вот последний второй стеллаж я уже заказывала максимальный то есть глубина полочки у меня там 30 длина полочки идет метр в общем то такой нормальный стеллажа почему-то у меня два стеллажа один вот этот на 80 сантиметров и 2 на метр но тот который побольше мне конечно поудобнее ну вот этот зато хорошо встает на подоконник то есть вот у меня здесь видите подоконничек сколько он сантиметров 28 по моему и вот этот стеллаж с глубиной 25 сантиметров так вот хорошо встал стеллаж мне очень нравится я прям рекомендую ну вот найти его легко ну цена я считаю средний он не дешевый но и не прям дорогой дорогой ну вот он того стоит игру на очень устойчивый вообще беспроблемный легко собирается удобный прям покраска у него такая качественная то есть ну прям мне очень понравился этот стеллаж еще раз покажу вам название сайта вот красивая грядка называется ну а еще хочу сегодня вам рассказать о лампах ну вот смотрите вот такими лампами я пользуюсь покупаю в леруа сразу хочу сказать что я невеликий знаток по лампам не знаю точно какие хорошие какие плохие бывают они там розового свечения белого свечения всякие разные пересмотрела я кучу роликов на youtube и много почитала ну и как бы для себя сделала вывод что мало того что розовые лампы мне неприятны глазу моему то есть я сразу их отмела от себя что розовые лампы мне не нужны ой ну шум какой-то на улице не раньше не позже конечно и большой разницы но нету какие лампы я себе взяла у меня лампа такая там как-то лампочки такие стоят и беленькие и красненькие ну в принципе мне кажется надо просто брать обыкновенные белые лампы и не обязательно такие как у меня важный показатель вот кельвины у меня 4000 кельвинов лучше будет если их будет больше но они по моему идут до шести с половиной тысяч кельвинов то есть четыре тысячи кельвинов это такой минимальный из хорошего бывают такие лампы на которых вообще ничего не написано эти кельвины я так полагаю что если не написан этот показатель значит их там настолько мало что производителю даже стыдно об этом писать поэтому если вообще ничего не написано мое такое мнение что лучше такие лампы и не брать то есть вот у меня лампа 14 ватт мощности 4000 кельвинов ну вот кельвина больше не было если было больше показатель я бы взяла побольше вот такая вот упаковочка эра называется ну и опять же вот эти ваты меняются от длинные лампы чем меньше лампа чем тем меньше ватт я покупаю ламп по длине своего стеллажа чтобы они меня на полочку встали что еще ну так как одной лампы по моему опыту это очень мало на полочку я вешаю висит у меня сейчас по две лампы но я бы честно говоря туда еще и третью лоткнула и чтобы было меньше проводов могу вам подсказать такой лайфхак есть вот такие соединители ламп то есть я соединяю вот таким вот образом одну лампу а вот этот вот штекер я присоединяю ко второй лампе и уже от одной как из розетки горит две лампы это очень удобно этот проводок стоит очень недорого я его покупала на вал перес и эти соединительные шнурики вот и в принципе в комплекте вот кламп идет очень коротко короткий шнур но вообще просто сантиметров тридцать наверное ну даже смешно кто вообще такой придумал до розетки не дотянуться и поэтому я еще отдельно покупаю себе обязательно вилку длинную то есть там беру метра полтора метр двадцать чтобы без проблем дотянуться до розетки вот в общем вот такие вот у меня лампы но на самом деле я пришла к выводу что не обязательно покупать фито лампу можно брать обыкновенные белые лампы важно показатели подобрать ну реально вообще толку от этого слова это мне кажется просто маркетинговый ход можно набрать обыкновенные лампы линейные они дешевле и раза в два ну как-то я уже начала покупать вообще раньше никогда с лампами не был не сталкивалась не покупала то есть на растение у меня росли просто на подоконнике просто в комнате и уже вот когда в мою жизнь пришли пеларгонии в прошлом году и я уже на когда начала черенковать и у меня не укоренялись черенки не могла понять вообще в чем дело и когда я поняла что нужен свет для того чтобы черенки укоренялись вот тогда я уже задумалась о лампах поехала купила лампы процесс был долгий я никак не могла понять что мне надо говоришь пересмотрела кучу роликов и вот в общем то купила лампы ну не скажу что прям супер-пупер но я довольна в принципе растения у меня укореняются растут никогда у меня так такие красивые диффенбахи не были как под лампами я конечно просто думаю же же я раньше этим не занялась и не купила себе лампы так ну вот в общем про лампы я рассказала про стеллажи я вам рассказала но еще могу дать совет что если будете крепить лампы на двойной скотч тоже нашла на ю тубе ролик как это сделать так чтобы не отваливалась то есть во-первых то место но это вообще и понятно логически то место куда крепится лампа стеллаж полочка нужно обязательно обезжирить чем-нибудь там спиртом или в общем спирто содержащими какими-то и саму лампу я тоже это место куда крепится двойной скотч я тоже обезжириваю сначала люблю леплю скотч на лампу затем на обезжиренное место на полке где-то еще блогер говорила что нужно феном нагреть полку тогда еще лучше прикрепиться на феном не пользуюсь и я главное обезжириваю и надо сказать ничего не отваливается очень хорошо все держится но и еще один очень часто задаваемый мне вопрос в комментариях как я притеняю свои растения во первых скажу что у меня сторона южная то есть балкон выходит на южную сторону сторону но так как все таки я живу не в поле вокруг нас состоят еще дома дома конечно тоже загораживают периодически солнце вот с этой стороны солнце встает и вот этот вот дом с утра мне загораживает солнце то есть солнышко на мой балкон попадает часов в девять вот сейчас вот вот он только только начинает появляться на сегодня немножко вот облака солнце не такое яркое то есть вот с утра немножко солнце загораживается и часов в девять только я вижу прям хорошие такие солнечные лучи на своем балконе затем вот так вот солнышко идет 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 целый день нас тут солнце солнца и где-то в четыре в пол пятого солнышко прячется за вот этот дом то есть опять у меня солнце уходит уже начинаются такие рассеянные солнечные лучи на балконе но вот этот промежуток конечно очень очень жарко на балконе пеларгонии горят есть у меня ожоги на листьях очень долго я думала как же притенять что-то вешать какие-то шторы тюли мне не хотелось я решу я заметила что то место где вот такая сетка стоит у меня на балконе здесь пеларгония лучше сетка притеняет вот как бы вот казалось вы чё там сетка то господи чем там притеняет притеняет очень хорошо помогает она как бы и не совсем тень наносит и не дает листиком сгореть поэтому я купила эту сетку вот она обычная сетка она продается рулончиками метражом разной ширины бывает и так как у меня рамы на балконе раздвижные то есть тут так просто не повесишь я стала думать как это сделать и я ее прицепила сейчас я вам покажу вот так вот обычного тут иголочкой прицепила к сетке потому что ой ну не держится на сетке вот это вот прилипучая бумажка пластику она лепится хорошо от сетки отлепляется поэтому я иголочкой как бы продублировала прикрепила к сетке вот повесила и держится достаточно хорошо когда пасмурно я вот так вот ее в рулончик сворачиваю обычной там где она там у меня иголочку вот иголочкой закрепила все держится ой когда когда пасмурно чтобы свет меня падал когда солнце сегодня по ходу солнца будет я вот это все опускаю туда до низа все притенение пошло ну конечно же когда лампы я ой что шла про лампы то когда я рамы сдвигаю вот это место она солнце уже не притеняется но я стараюсь так немножко отодвинуть пеларгонию чтобы солнце падала меньше в общем то вот видите рамы двигаются я придерживаю сетку и в общем то все так держится двигаются лампы то есть нормально я все переживала как я буду двигать нет все когда даже рулончики свернутые все нормально двигаются рамы в общем нашла вот такой способ здесь вот так и с этой стороны солнце недолго и я не стала вешать эту серую сетку на вал пересе нашла вот такую тоненькую беленькую комплекте там идет великро такой тоненькая сантиметровая на клеевой основе то есть лепится на рамы и вот эта сеточка хорошо держится на великро то есть заодно она как бы и мухам не дает тут залетать но уже вот немножко оторвалась висит не очень красиво ну вот так вот общем я притеняю здесь где стеллаж у меня тоже есть сетка но я не стала ее лепить на рамы то есть я ее вешаю прям вот это место где верхняя полочка должна быть я туда прям ее вешаю до низа опуская она мне висит притеняет тут не просто пасмурные были я эту сетку убрала то есть она мне такая съемная легко и повесить снять и поэтому я ее пока убрала но сегодня вот надо вешать ну вот в общем то все я вам и рассказала и про свои стеллажи и про лампы и про притенение это самые популярные последнее время у моих видео в комментариях вопросы сегодня вам все рассказала кстати мои новиночки уже вот они на солнышке стоят у я их уже посадила посадила в прозрачные горшочки которые поставила в обычные горшочки в общем вот такие вот дела спасибо вам огромное что пишите мне комментарии ставите лайки очень мне приятно обратная связь конечно же для меня очень важно так что благодарю каждого кто мне написал кто поставил мне лайк на этом с вами буду прощаться всем до свидания пока пока